Значит смотри, я так вычитала и делаю второй год. Значит, роешь яму и выливаешь туда как минимум 3-4 литра воды, в эту яму, на дно, чтобы она впиталась туда. Потом ставишь помидору не так, а вот чуть-чуть наклонной, чуть-чуть засыпаешь ее, чуть-чуть землей, чуть-чуть наливаешь, чтобы расправились эти корни. И потом сверху, это уже когда вода впиталась, не в колобатину, вода впиталась, потом ставишь это, насыпаешь чуть-чуть земли, чуть-чуть еще водички наливаешь, она как бы уже почти впиталась и уже берешь и засыпаешь, засыпаешь почти вот так вот до горлышка. Они у меня были вот так лежа, торчали вот так вот только. Вот и все, вот та вода, которая ушла туда, вот помидора будет идти корнями за той водой и пустит глубоко хорошие корни. Если помидору начинать поливать, она тогда пускает вот эти поверхностные корни и в глубину не пускает корни, и очень быстро, если где-то засуха или что, она очень быстро сохнет. Ее нужно будет потом очень часто поливать. А так вот я говорю, я вот как посадила, я их еще не поливала. Я вот сделала капельное, но я еще не включала его, еще не поливала ни разу. Какие дожди, они мне сюда не попадают.